Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, мы как бы не сговариваясь, но почему-то так получается, что все решили заняться одной проблемой, это выявление небольших образований и именно их дифференциальная диагностика. В чем актуальность данной проблемы? Что не всегда традиционные методы могут дать нам четкий ответ, что же это за образование. В связи с тем, что рак молочной железы стал появляться все больше и больше у молодых женщин. У меня за этот год, как говорят, из 24-х, у меня была девушка 21 год, у которой был подтвержденный рак молочной железы. Стало намного больше аппаратов, магнит-резонансных томографов, и я бы хотела, чтобы методика магнит-резонансных томографий тоже была стандартизирована, чтобы мы могли сравнивать так же, как и маммографию. Цель нашей задачи – это определение места МРТ в дифференциальной диагностике образования молочных желез. Что нужно для того, чтобы сделать МРТ, чтобы сделать его качественно? В первую очередь, ты должен иметь высокопольный томограф. Обязательно должна быть специальная катушка для исследования молочных желез. Она бывает разная по форме, по своим позициям. Сейчас уже есть современные катушки, которые способны выполнять биопсию образования молочной железы под контролем МРТ. Желательно, чтобы был автоматический инжектор, потому что с ним работать намного удобнее, нежели когда вводится контрастное вещество от руки. Сама суть магнит-резонансной маммографии сводится к тому, что мы проводим динамическое контрастирование. В чем оно заключается? В том, что проводится одна приконтрастная серия, затем вводится быстро-болюсно-контрастное вещество и проводится 5 постконтрастных серий без временной задержки между ними. И мы, соответственно, работаем уже с тем, как происходит накопление контрастного вещества. В современных аппаратах все это производится автоматически. В аппаратах более старого поколения необходимо все это делать, выполнять вручную. Выполняется методика субтракции, выполняется построение ми-преконструкций. Соответственно, мы определяем, где есть накопление, какое накопление, и смотрим, насколько усилена сосудистая сеть вокруг образований. Здесь представлена таблица нативное исследование. Просто я хотела здесь обратить внимание на толщину срезов, что нативное исследование – это толщина срезов от 4-3 мм, а постконтрастное исследование – это толщина срезов 2 мм, и тонкие срезы – это меньше мм 0,5-0,8 мм. То есть, соответственно, отсюда и чувствительность выявления, какого размера образования мы можем делать. Стандартные кинетические кривые – это оценка прохождения болюса контрастного вещества через образование. Существует три типа. Первый тип – он характерен для доброкачественных образований, для накопления в течение всего времени исследования. Третий тип – это быстрое накопление и быстрое вымывание. Оно обычно характерно для злокачественных или высоковаскулиризированных образований. И второй тип – это накопление в первые минуты с выходом на плату. То есть, это стандартный тип накопления контрастного вещества, которым используется в магнит-резонансной томографии, но также и в других методах. Также мы оцениваем, на сколько процентов увеличилась интенсивность сигнала от образования. Так как сейчас имеются разные аппараты, раньше мы работали, что более 100% – это злокачественное образование, менее 100% – это доброкачественное образование. Сейчас я больше сравниваю с пиком накопления сосудов, конкретно с сердцем или внутренней грудной артерией. Соответственно, злокачественное образование накапливает больше или столько же, сколько и сосудистый компонент, доброкачественное образование обычно накапливают меньше. И сейчас мы уже не обходимся. Это при построении перфузионных карт, которые более наглядно показывают, где же есть участки патологического накопления контрастного вещества. Нами было обследовано тоже достаточно большое количество пациентов. Мы проводили комплексное обследование, и ультразвуковое, и маммографию, и также мамосцинтиграфию, и ПЭТ-КТ. Так что у нас тоже в этом большой достаточно опыт. Соответственно, мы сравнивали узловые образования, и как же происходит накопление контрастного вещества в разных типах образований. Что характерно? При нативном исследовании Доброкачественное и злокачественное образование имеют практически одинаковую структуру. Они изоинтенсивные ткани молочной железы. Может быть, только при злокачественных образованиях мы можем увидеть нарушение архитектоники, а при доброкачественных образованиях мы видим ободок просветления за счет экспансивного роста, и там появляется небольшой жировой ободок. Но это не всегда играет свою роль. Поэтому только контрастное усиление позволяет нам выявлять, где находится образование, и, соответственно, можем оценить его контуры, структуру и как накапливается контрастное вещество. Формы злокачественных образований могут быть совершенно самые разнообразные, могут быть четкие, дольчатые, фистончатые, могут быть разветвленный тип накопления, то есть самое-самое разнообразное накопление контрастного вещества. Также мы оцениваем сосудистую сеть. Есть ли усиление сосудистой сети вокруг образования? При доброкачественных образованиях Это было совсем небольшое, то есть около 4% наших наблюдений. В основном это были листовидные, филоидные, фиброденомы. При злокачественных образованиях более 70% мы выявляли усиление сосудистой сети вокруг образования и, соответственно, наличие питающей артерии. Хотела привести несколько клинических примеров. В данном случае здесь на маммограммах выявлялось два образования, более крупное и небольшое. На фоне жировой инволюции они прекрасно были выявлены при маммографическом исследовании. Была выполнена прицельная биопсия крупного образования, получен отрицательный результат. Но почему-то онкологи все-таки настаивали на дальнейшем исследовании. Что мы здесь видим? Что крупное образование имеет достаточно плотную такую структуру, не накапливает контрастное вещество. Небольшое образование, имеет такой изоинтенсивный сигнал, накапливает контрастное вещество и имеет собственную такую питающую артерию. Понятно, что крупное образование контрастное вещество практически не накапливало, а маленькое имело признаки вымывания, что характерно для злокачественных процессов. Более четко это было видно при построении перфузионных карт и при гизиологической верификации. Крупное образование оказалось периконкулярное фиброденома, а маленькое это инфильтрирующая дольковый рак. Размеры его были около 8 мм. Скажем так, наверное, использование системы Байратс при МРТ это самое легкое, чем при ультруцковом исследовании, при маммографии. То есть есть существует так называемая геттинская шкала. Здесь я даю сокращенный вариант. На самом деле она занимает около 5 страниц. Нам просто надо отвечать на вопросы, какая морфология образования, какие у него контуры, как накопил контрастное вещество, насколько накопил. Есть ли признаки вымывания или нет их. Соответственно, от этого считаются баллы. Если их набирается более трех, то такое образование требует прицельной биопсии. Соответственно, это уже будет Байратс-4. Вот такое клиническое наблюдение. Могу сказать, что здесь у нас была несогласованность с ультразвуковыми специалистами. Только в том случае, что сама врач, пациентка. И она жаловалась на пальпируемое образование в левой молочной железе. Когда мы посмотрели, мы увидели, что имеется образование в левой молочной железе. И также выявили накопление контрастного вещества круглым образованием в правой молочной железе. Когда спросили специалисту ультразвуковой диагностики, а что вы думаете про образование в правой молочной железе, она потупив в глаза сказала, что извините, мне пациентка просто не дала посмотреть вторую молочную железу. Она сказала, что ее там ничего не беспокоит. Но, скажем так, не говорю, что ультразвуковой метод плохой, и не увидел бы. Просто иногда пациенты не всегда дают полностью провести обследование. То есть метод, что маммография, что МРТ, оно, в принципе, захватывает обе молочной железы и не дает здесь уже никакого выхода пациентам, чтобы они отказались от исследования. Соответственно, мы видим, что первое образование, оно не накапливает контрастное вещество. Оказалось, что это авоскулярная фибраденома, фиброзированная. А второе образование, при гистологической верификации, оказалось, что оно накапливает контрастное вещество по первому типу. Это периинтраконкулярная смешанная тип фибраденома. Немножечко отличаются от всех фибраденом. Это листовидный фибраденом, потому что они достаточно хорошо воскулиризируются. То есть они очень хорошо накапливают контрастное вещество, и именно они имели собственную сосудистую сеть и усиление сосудистого рисунка вокруг. Небольшое образование, достаточно правильными, четкими округлыми контурами, но имеет такую дольчатую структуру. Достаточно интенсивно накапливает контрастное вещество, что более хорошо видно при построении перфузионных карт, с какими-то элементами вымывания. Поэтому для нас это был вопрос, что это доброкачественное, не злокачественное. За счет того, что оно дольчатое, имеет четкий округлый контур и небольшой ободок просветления вокруг, мы поставили диагноз, что это фибраденома. За счет дольчатости предположили, что это листовидная фибраденома, которая подтвердилась при гистологической верификации. Что здесь? У женщины плановая маммография. Появилось образование, при предыдущем исследовании его не было. Ну немножко здесь я, скажем так, я знаю анамнез данной пациентки. На фоне жировой инволюции мы видим округлое образование, достаточно интенсивно накапливающее контрастное вещество, это видно при построении перфузионных карт, с признаками вымывания. Что мы поставим? Оно появилось, соответственно, это как минимум БАРАЦ-4, то есть требующая биопсия. Ну, зная анамнез, данной пациентке это метастаз меланомы. То есть так вот выглядят метастазы. Следующее наблюдение тоже очень похоже. Пациентка жалуется на наличие пальпирного образования в левой молочной железе, которые с признаками отека, такими нечеткими контурами, достаточно интенсивно накапливающее контрастное вещество, с признаками частичного вымывания, а часть выходит на плату. То есть что здесь надо делать? В той же прицельной биопсии мы поставили диагноз БАРАЦ-4, отправили на прицельную биопсию. После прицельной биопсии была выполнена сцинтеграфия, на которых накопления радиофарм препарата выявлено не было. Женщине было назначено лечение, соответственно, полученному гистологическому заключению. И что мы видим через 4 месяца при контроле? Этого образования мы не видим. На его месте мы видим небольшой участок уплотнения ткани молочной железы. Это то, что было. И через 4 месяца на этом уровне мы не видим образования. Что это теперь? То есть вот оно, БАРАЦ-3, почему нужно наблюдение. То есть это воспалительный инфильтрат мастер. Женщина получила курс антибиотикотерапии. Для злокачественных образований мы имеем достаточно четкие критерии. То есть это накопление контрастного вещества, образование с нечеткими молочистыми контрами. Здесь видим втяжение кожи, признаки вымывания и пик выше, чем пик сосуда. То есть это инфильтративный протоковый рак. То есть когда мы видим БАРАЦ-5, то здесь сомнений никаких не возникает. Сложности и то, что к нам направляют обычно, это перед выполнением биопсии. Иногда хотят все-таки уточнить, где располагается образование, какое это образование. Иногда бывает просто сложно выполнить биопсию, потому что образование предлежит грудной стенке. Оно располагается достаточно высоко, то есть это дополнительная долька, супрамамарно, и там имеется образование очень интенсивное накапливающее контрастное вещество. Но как бы сомнений здесь нет, что это четко рак в дополнительной дольке, то есть что потом было подтверждено уже без биопсии, при оперативном вмешательстве. Молодая женщина пальпирует у себя образование. Несколько месяцев пальпирует. Сама тоже доктор-рентгенолог. Образование с четкими округлыми контурами. Имеется лимфатический узел в подмышечной области. Интенсивно накапливает контрастное вещество. Мы видим, как усилена сосудистая сеть как вокруг мультифокального образования, так и вокруг пораженного лимфатического узла. Четкие признаки вымывания. Инфлетративно-протоковый рак. Хотя онкологи нам не совсем доверили. Здесь была секторальная резекция без резекции ретромамарно расположенного узла. И потом женщина пошла на повторную операцию. В решении вопроса мультифокальности, мультицентричности здесь МРТ имеет преимущество перед всеми другими методами диагностики. Потому что мы видим одновременно две молочные железы и охватываем весь объем молочной железы. При сравнении традиционных методов диагностики выявление мультифокальности и мультицентричности точность метода намного выше, чем традиционных методов диагностики. И мультицентричный и мультифокальный рост у нас был выявлен в 26% наблюдений. Тоже хотелось бы сказать про малые формы рака. Что может сказать МРТ при малых формах рака? Можем ли мы их выявлять? Но вопрос, выявлять-то мы их можем. Вопрос, кто направит таких пациентов к нам на исследование. Достаточно много сейчас идет пациентов у меня, которые имеют мутации Берсиа-1, Берсиа-2, которые имеют наследственный тип рака молочной железы. Вот такие женщины, даже молодые, они приходят ко мне на исследование. И у меня уже собрался достаточно такой большой материал по тому, что мы видим вроде бы небольшие участки накопления без признаков вымывания, расценивают их как аденоз. Приходят через 2 года, участки аденоза увеличиваются, появляются признаки вымывания, и при гистологической мультификации уже появляется, что это рак ин ситу. Поэтому сейчас я подбираю этот материал, потому что в последнее время как-то их стало очень много приходить на контроль, и я вижу рост. Вот именно этот рост вдоль протоков. Мультицентричное, мультифокальное накопление, причем накопление округлыми участками, без какой-то признаков филинтеративного роста, то есть нет лучистости. Это просто локальное накопление в одном из квадрантов молочной железы. Причем размеры вот этого, если брать всю зону накопления, она может достигать 5-6 сантиметров. Ну, соответственно, вот клиническое наблюдение. При маммографии выявлены микрокальцинаты. При выполнении МРТ мы видим, что распространенность процесса намного больше, чем это видно при маммографическом исследовании вдоль протоков. Ну и, соответственно, выявление мультифокального роста. При построении перфузионных карт мы никогда это не пропустим. То есть мы всегда видим зоны накопления контрастного вещества. То же самое, как и развитие синхронного билатерального рака, потому что обращает внимание на образование, обычно крупное, в одной молочной железе, и небольшое образование пропускается во второй молочной железе. После лечения, после прохождения всего курса лечения, потом начинается говорить, что здесь имеется рецидив, распространение. На самом деле это недооценка распространенности процесса на предоперационном этапе. Когда мы сравнивали результаты комплексного маммографии и ультразвукового исследования, комплексного исследования и МРТ, МРТ обладает более высокой чувствительностью, нежели традиционные методы диагностики, выявление очагов. И для этого всегда используется это изменение внутренней архитектоники, накопление контрастного вещества и оценка, есть ли признаки вымывания. Достаточно четкие эти критерии, когда мы их используем, мы можем сказать, что это за образование, и, соответственно, не пропускать их. Магнит резоносной томографии, этот метод не зависит от того, на каком фоне мы смотрим, то есть на фоне жировой инволюции, на высокоплотном ткани молочной железы, то есть чувствительность будет зависеть только от накопления контрастного вещества. При этом некоторые сейчас пытаются проводить магнит резоносную маммографию без контрастного усиления. Поэтому не надо проводить. Метод имеет более низкую чувствительность, чем традиционные методы диагностики вместе взятые. Метод работает только за счет того, что мы вводим контрастное вещество. Без контрастного усиления данный метод не надо использовать. И также надо говорить пациентам, что не надо применять данный метод для появления рака молочной железы без контрастного усиления, потому что мы здесь будем выполнять диагностические ошибки. Какой мы предлагаем диагностический алгоритм? После традиционного обследования, выполнения маммографии, ультразвукового исследования, когда применять магнитно-резонансную томографию? Но это подозрение на опухолю молодых женщин, особенно если уже подтвержден диагноз, им планируется выполнение органов, сохраняющих оперативное вмешательство, чтобы исключить мультицентричность и мультифокальность. Выявление опухолевого узла при отечных фильтративных формах рака молочной железы на фоне послеоперационных, рубцово-фиброзных изменений, то, что имеют трудности традиционные методы диагностики. И дифференциальная диагностика образования, тогда, когда женщины либо отказываются от биопсии, либо данные традиционных методов неоднозначны. Я здесь убрала то, что еще возможно мониторинг лечения, потому что следующий доклад будет как раз по этой теме. Но тоже хотела бы здесь сказать, что иногда онкологи назначают магнитно-резонансную томографию с целью выявления образования на фоне лечения, на фоне химиотерапии, на фоне гормонотерапии. Ангиогенез опухоли снижается, и мы, даже если образование есть, мы его не видим. Поэтому на фоне лечения, если мы его не смотрим в динамике, то выявлять образование мы не можем. Поэтому тоже назначать здесь не следует. Ну и, соответственно, комплексная магнитно-резонансная томография с выполнением динамического контрастирования, по сравнению перфузионных карт, по сравнению графических кривых, позволяет повысить эффективность диагностики заболеваний молочных желез. Спасибо за внимание.